Здравствуйте! В эфире Марина Романюк. Программа «День города» на ваших экранах. Смотрите в выпуске. Огненная ловушка. Сотрудники Рязанского МЧС тушат пожары в Мордовии. Максим Васильев узнал, как обстановка в горячей точке. Серая шейка вернется к жизни. Городские власти вплотную занялись очисткой и благоустройством водоема. Война с зельем продолжается. В Михайловском районе изъята крупнейшая за сезон партия марихуаны. Тревожные новости приходят из Мордовии. Там на тушении пожара в местном заповеднике сейчас работает большой сводный отряд МЧС со всей России. В составе подразделения, напомним, есть и Рязанская аэромобильная группировка. Так вот, одна из групп спасателей едва не попала в огненное кольцо. Есть ли там наши и какая обстановка прямо сейчас? Максим Васильев. 903-й ответственность, 058-го. Юрий, сейчас короче уходи. Сейчас обрежут нас. Давайте надпись. Вот эти кадры пресс-службы МЧС России из Мордовского заповедника через соцсети и телеграм-каналы уже облетели весь мир. Героические парни из сводного отряда МЧС попали в окружение огненной стихии. 55 человек и 18 единиц техники. Внезапный ветер превратил пламя в верховой пожар и за считанные минуты отрезал от путей эвакуации. Но окруженные не сдавались. Было принято решение вырубить деревья по внутреннему кольцу. Во-первых, это было все молниеносно. Мы даже не поняли, как все это произошло. Во-вторых, огонь поднимался до кромки деревьев. То есть это подходило как снизу, так и сверху. Плюс высокая температура. Страшно было как залить состав, так и за технику. Когда наступила ночь, деревья, которые уже высохшие после пожара 2010 года, начали подгорать снизу и стали падать. Это отдельный момент, который не забудется никогда. Падая дерево, издает очень большой грохот. И не видно в дыму, во всей этой каше огненной, не видно, куда оно падает. Это самое ужасное, потому что ты не понимаешь, что тебе делать и в какую сторону бежать. В итоге из окружения пожарным помогли выбраться встречные пожарно-спасательные отряды. Вместе бойцы проложили своеобразную дорогу жизни, по которой вывели и технику, и весь личный состав. Никто особо не пострадал. Мы связались с Михаилом Черковым по телефону. И он обрисовал нынешнюю ситуацию в заповеднике. В настоящее время ситуация стабильная. Угроз населенным пунктам сейчас в городской области не угрожает. Тушение, к сожалению, тушение еще пока... Мы не обрисовали в это время, они присутствуют. Да, поэтому тушение продолжается в кровосудочном режиме. В составе всероссийского сводного отряда есть и парни из Рязани. Мы об этом уже сообщали. Специальная аэромобильная группировка МЧС, в составе которой 50 человек и 12 единиц техники. Конечно, первый вопрос, который задает себе каждый рязанец, а как там наши? Слава богу, огненное кольцо до них не добралось. Рязанцы уже взяли под контроль большой сектор лесного массива. Вот, кстати, видео из их зоны дислокации. За время пожара в Мордовском заказнике, кстати, сгорело уже больше 100 гектаров леса. Задача рязанской аэромобильной группы в составе сводного отряда, чтобы эти цифры больше не росли. Максим Васильев, телекомпания «Город». Дирекция благоустройства города возродит красоту и величие пруда Серая Шейка в Дашково-Песочне по многочисленным просьбам жителей. Специальная бригада на водных экскаваторах уже приступила к очистке дна. Ангелина Никитина подробнее. Пруд Серая Шейка для жителей Дашково-Песочне – место знаковое. Когда-то эта красота в самом центре многоквартирных джунглей радовала глаз рязанцев. Но сегодня водоем зарастает камышом, скопилось много тины. Плановая очистка от дирекции благоустройства города стала ярким ответом на все обращения граждан. Нужно сказать, что этот водоем мы чистили в 2013 году таким же способом – плавающими экскаваторами. Это наиболее оптимальный или бюджетный вариант – почистить пруд от болотной растительности. С 2013 года, лет 5-6 он находился в удовлетворительном состоянии. И вот уже по прошествии 7 лет начал по краям прорастать камыш и другая болотная растительность. И поэтому вот эти работы необходимо было опять провести. Сейчас здесь работает бригада из шести человек на двух плавающих понтонных экскаваторах. На очереди соседний пруд, где обитают черепахи. Их фотографии в соцсетях уже вызвали бурю положительных эмоций. В дирекции благоустройства о них тоже думают в первую очередь. Черепахи у нас живут выше на пруду. Это каскад нескольких прудов. И вот пруд, на которой выше, он находится в заболоченном состоянии. Он такой, там много ила, толстый слой, много камыша. И да, у нас тоже есть обращение почистить этот пруд. Вот мы ровно по этой причине не приступаем его чистить ни экскаваторами, ни земснарядами. Только из-за черепах, потому что им вот это навредит. Со дна водоема уже вывезли 200 кубометров ила. Вдвое больше обещают поднять за эту и следующую неделю. После очистки берегов серой шейки их засеют газонной травой. Ангелина Никитина, Станислав Кудрышов, телекомпания «Город». Крупнейшую плантацию марихуаны накрыли оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков у МВД России Паризанской области. На одной из делянок в Михайловском районе сыщики изъяли полцентнера зелья. В текущем году это крупнейшая партия марихуаны. Задержаны 4 человека. Вот она, голубая мечта всех наркоманов, целая плантация конопли. Аккуратно развешены веники, это уже партия на продажу. Локация «Глубинка», 10 километров от села Новопанское Михайловского района. Там же в лесу взяли и квартет наркодилеров. С поличным, прямо при погрузке товара в свою Ауди. На месте преступления полицейские изъяли около 20 мешков с марихуаной, общей массой более 49 килограммов. На участке местности оперативники обнаружили делянку, на которой ранее культивировалась конопля. Срезанные кусты сушились под навесом из пленки и на натянутых между деревьями веревках. Правоохранители изъяли 350 кустов конопли. Масса наркосодержащего растения превысила 77 килограммов. Предварительно хозяином всего этого оказался ранее судимый 40-летний житель Московской области. Еще весной он привез в это место культиватор, вспахал, засеял и все лето ухаживал за своей плантацией. А затем позвал друзей. Чтобы отпугивать случайных свидетелей и грибников, злоумышленники вооружились ножами и топором. Следственной частью Следственного управления УМВД России Паризанской области в отношении организатора плантации возбуждено уголовное дело о незаконном культивировании наркосодержащих растений в особо крупном размере. В отношении четверых мужчин возбуждено уголовное дело о незаконном хранении, перевозке и изготовлении наркотических средств в крупном размере. Проводится расследование. Почти центнер марихуаны – это, как известно, особо крупный размер. Срок здесь тоже приличный. До 15 лет лишения свободы. Максим Васильев, телекомпания «Город». При упоминании любого героя произведения Николая Васильевича Гоголя в сознании возникают картинки. Известнейшая визуализация персонажей принадлежит Петру Баклевскому, уроженцу Рязанской губернии. Кто он, приют себе обретший в тени дерев богатырей, сон вечный разделить, пришедший с подругой верную своей. Тут в глубине скопинской мглистой нашел покой свой не атлант, а мастер грифеля и кисти, сарказма, признанный талант. Эти строки историк-раевед Вячеслав Егоров посвящает великому земляку – юристу по образованию, художнику по призванию. Мало кто из рязанцев знает, что Петр Михайлович Баклевский, известный книжный иллюстратор, родился в небольшом селе Елшино, Пронского уезда Рязанской губернии. Со студенческой скамьи Баклевский был противником существующей системы крепостного права. Из-за всех своих взглядов так и не закончил университет и не получил звания кандидата права. Но борьбу против системы не прекратил, продолжил ее в творчестве. Оказывается, у него матушка была приличным, прекрасным художником-аквалеристом. И наверняка у нее он взял вот эту образность своего художества, своего творчества. И отец имел непосредственное отношение к его воспитанию как художника. Погружение в литературный мир началось для Петра Баклевского еще в детстве. Воспитание сыграло роль в становлении личности художника и определило направление всего его дальнейшего творчества. В 50-е годы 19 века сам Петр Михайлович знакомится с блестящими литераторами Москвы и Петербурга. И путь его с тех пор предопределен. Он посвящает жизнь книжной иллюстрации. Вы даже не представляете, у него такое количество трудов было. И в один прекрасный момент, в один прекрасный момент в их имении, в селе Питомша, которое в свое время входило в Скопинский уезд, в имении случился пожар, где сгорела его типография. Масса заготовленных рисунков, соответственно, для альбомов, которые он приготовил. Очень много. Именно Баклевский был автором рисунков для скульптурной композиции коней на Анечковом мосту в Санкт-Петербурге. По-настоящему известность ему принесли иллюстрации к ревизору и мертвым душам Николая Гоголя. Графическое воплощение галереи гоголевских образов по сей день остается самым узнаваемым из всех возможных попыток изобразить героев гениального писателя. Баклевский умер в Москве в 1898 году, но захоронен художник на своей малой родине, Троицкой роще, на территории Свято-Троицкого монастыря города Скопина, где ему установлен мраморный монумент «Скорбящий ангел». Герман Гущин, телекомпания «Город» при содействии районного скопинского телевидения. Последняя неделя августа – время не только подводить итоги самых ярких запоминающихся моментов, но и время собирать урожай. Ягодный сезон подходит к концу. Но Герман Гущин вдогонку расскажет о незаменимой пользе даров леса и сада, особенно в преддверии долгой зимы. Конец лета, начало осени – время восполнять запасы витаминов. Обычно мы запасаемся фруктами и ягодами впрок. У каждого при этом свой способ. Кто-то заготавливает множество закруток с джемом и вареньем, кто-то сушит ягоды или делает компот. Ну а кто-то, как утверждают диетологи, идет самым правильным путем и наслаждается вкусом замороженных ягод. Это верный способ сохранить витамины и вкусовые качества. Для поддержания и укрепления иммунитета в нашем рационе должны присутствовать все витамины и микроэлементы. Любые дефицитные состояния могут нехорошо отразиться на защитных силах организма. Поэтому рациону рекомендуется разнообразить ассортиментом ягод в зависимости от сезонности и их доступности. Август – самый богатый на урожай фруктов и ягод. Именно сейчас в садах поспевают сливы, яблоки, груши, ежевика и ранний виноград. Совсем скоро можно будет отправляться и за облепихой. Она полезна при гриппе и различных простудах. Она укрепляет иммунную систему, лечит сердечные заболевания, выводит шлаки, улучшает память и укрепляет нервную систему. А еще она незаменима при депрессии. В облепихе содержится большое количество фитостеринов, которые защищают от всасывания холестерина в кишечнике. В большом количестве присутствует ненасыщенная жирная кислота омега-3. Это незаменимое вещество, которое поступает к нам в организм только с немногими источниками пищи. В основном это дикая рыба, оливковое масло, а также облепиха. Употребление замороженных ягод – это прекрасная возможность пополнить запасы витаминов не только летом, когда на прилавках изобилие свежих плодов, но и во время осеннего и весеннего авитаминоза. Диетологи этот способ рекомендуют настоятельно. Герман Гущин, телекомпания «Город». На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова